Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот мы все с вами знаем о том, что Собчак сбежала. Правда, сегодня интересная публикация в РБК о том, что со ссылкой на правоохранительные органы, что Собчак никакого процессуального статуса подозреваю, у него якобы нет подозреваемой, и вообще претензий к ней никакой нет, претензий никаких. Удивительное дело, вот вроде как маховик закрутился, и через сутки как-то совсем другие заявления. Посмотрим, что будет дальше. Но вот на фоне всех этих событий, которые происходят с ней, дрессировщик Запашный, пишет Федеральный агентство новостей, вспомнил, как Собчак обманула их с братом. В определенной степени он дал такую очень точную характеристику, одним совершенно, одним событием. Значит, представитель цирковой династии Аскольд Запашный нелестно отозвался о журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Дрессировщик вспомнил, как знаменитая блондинка обманула их с братом. По словам артиста, много лет назад он встречал светскую львицу в Минске. Собчак восхищалась работой цирка и их трудом, отметил Запашный. А потом, спустя какое-то время, она начала в своем телеграм-канале нас с братом называть живодерами. Этот факт о многом говорит, обратил внимание представитель цирковой династии. Раздвоение личности во всех поступках журналистки не позволяет давать ей какую-либо оценку, добавил дрессировщик в комментарии. Артист назвал фактом, что телеведущая слишком много врет. Собчак манипулирует вещами в собственных целях, уверен Запашный. Значит, однако остается вопрос, какие цели она преследует. Вы представляете себе состояние людей, когда приехала журналистка, блогер, Собчак, известный человек, ходит в глаза, хвалит, говорит, как замечательно вы работаете, а через какое-то время начинает у себя в телеграм-канале, когда уехала, назвать их с братом живодерами. Можете себе представить, насколько двуличие, когда в глаза одно, а потом за глаза абсолютно другое. Вот это, кстати, и говорили, что блок на негатив, когда идет негативная информация, люди не хотят, связываются, а им говорят, вот ценник такой, чтобы не было этой информации. Вот за это, собственно говоря, ее директор коммерческий и арестован до 24 сентября вместе с ее СММщиком, этим Арианом Романовским. Поэтому, вот, собственно, характеристика довольно интересная. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что по-настоящему важные новости, которые волнуют нас всех на сегодняшний день, это окончание частичной мобилизации в России и особо чувствительное направление Лиман, Херсон и события в сопредельном государстве. Мои ролики на остросоциальные, политические темы, все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. Здесь об этом говорить невозможно, поэтому переходите, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна Новость. Он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.